Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 30 ноября и в нашей программе будет представлен «Зодиакальный гороскоп» с исторической справкой о событиях в этот день. Повны. Благоприятное время для начала грандиозных проектов. Кинодебют Чарли Чаплина состоялся в 1914 году. Именно тогда Чаплин самостоятельно снял свой первый фильм «Застигнутый дождем», в котором он выступил в качестве актера, режиссера и сценариста. Тельцы. Захотите причинить неприятности своим недругам, но не стоит этого делать. Президент США Гарри Трумэн в 1950 году пригрозил атомным ударом по Корее. Еще в июне того же года северокорейская армия начала наступление на Южную Корею. Практически сразу в войну вмешали США, сумев заручиться при этом поддержкой ООН. Корейская война была одним из важнейших событий во внешней политике США первой половины 1950-х годов. Ее затягивания и ставшая очевидной бесплодность самым негативным образом отразились на политическом рейтинге Трумэна. Главным образом в связи с Корейской войной Трумэн остался в истории США как президент, имевший самый низкий рейтинг во время пребывания на посту. Близнецы. Потерпите поражение в конкурентной борьбе. Битва при Нарве состоялась в 1700 году. Это было одно из первых сражений Великой Северной войны между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII у города Нарвы. Битва окончилась полным разгромом российских войск. Раки. Победа над врагами не заставит вас долго ждать. В 1853 году произошло Синопское морское сражение во время Крымской войны. Русская эскадра под командованием вице-адмирала Павла Нахимова разгромила численно превосходящую турецкую эскадру. Тем самым было обеспечено господство русского флота на Черном море. Львы. Неминуемая разлука с близким человеком. Наполеон Бонапарт в 1809 году объявил Жозефине о намерении развестись с ним. Вскоре развод состоялся. Жозефина, сохранившая титул императрицы, поселилась вблизи Эврео, где жила пышно окруженная своим прежним двором. Она переписывалась с Наполеоном и с участием следила за его судьбой. Девы. Реализуйте успешно свои планы. Русский электротехник Павел Яблочков 30 ноября 1876 года получил патент на создание трансформатора. Этот день считается датой рождения первого трансформатора. Весы. Предстоит упоительное прощание с поклонниками. Французская актриса Сара Бернар в возрасте 78 лет в 1922 году вышла на сцену в последний раз. Многие выдающиеся деятели театра считали искусство Бернар образцом технического совершенства. Но виртуозное мастерство, изощренная техника, художественный вкус сочетались у Бернар с нарочитой эффектностью, некоторой искусственностью игры. С 1880-х годов она гастролировала во многих странах Европы и Америки, а также выступала неоднократно в России. Скорпионы. Станете свидетелем приятного события. Золотая медаль имени Гагарина была учреждена в 1968 году Международной авиационной федерации. Она вручается космонавтам и астронавтам за вклад в освоение космоса. Стрельцы. Вы можете быть удостоены высокой чести. Русский полководец Александр Суворов за подавление польского восстания в 1794 году получил звание фельдмаршала. Ему также было пожаловано имение в 7000 душ. Он получил прусские ордена Черного Орла, Красного Орла и другие награды. В июне 1966 года остров Барбадес вступил в переговоры с Великобританией о своей независимости. 30 ноября того же года была официально провозглашена независимость острова, а Эрл Барроу стал его первым премьер-министром. Водолеи. Научные открытия, сделанные вами, потрясут весь мир. Галилео Галилей в 1609 году составил первую карту лунной поверхности. Галилей первым использовал телескоп для наблюдения планет и других небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Рыбы. Ваши доходы могут возрасти, если вы хорошо потрудитесь. Иван Лендл в 1986 году стал первым теннисистом, заработавшим свыше 10 миллионов долларов за свою спортивную карьеру. Всего он выиграл 94 турнира в одиночном и 6 в парном разряде, а завершил профессиональную карьеру в 1994 году. Стремитесь добиваться своих целей, но только благими путями. Как сказал Фридрих Энгельс, личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Субтитры создавал DimaTorzok